Привет, друзья! Меня зовут Елена, вы на моем канале. Добро пожаловать! И давайте приступим. Сегодня видео у меня такое вроде мини-отчета о результатах использования данных вещей. Начнем с модель формы. Как здесь указано в инструкции, что вы можете принимать эти витамины и при этом больше ничего не делать, это все фигня. Значит, как я в процессе поняла, что в любом случае, чтобы вы не принимали какие-то витамины, бады, там не знаю, что-то еще, как бы в плюс к основному приему пищи, то есть это правильное питание, и еще нужен спорт обязательно. Без спорта эта штука работать не будет. Единственный плюс, как бы могу сказать, то, что он нормализует ваш стул. Уж извините за подробности, но такова жизнь. Если у вас был запор или какие-то вообще проблемы просто с вашим стулом, то эта штука нормализует его. То есть вы будете ходить каждый день, утром, а может быть даже и вечером. То есть это зависит от того, как вы питаетесь. Если правильно питаетесь, то это может быть до двух или даже до трех раз в день. Но это слишком уж, то есть два раза вполне нормально. Может быть даже стабильно, вот, ну я про себя говорю, да, извините за такую интимную подробность. Ну вот, мой стул нормализовался до одного раза в день, утром. Вот, благодаря, наверное, этой штуке. Вот, а так больше плюсов я в ней не вижу. Никакой стройности в этом нету. Удобно, что утром с приемом пищи одну капсулу выпиваешь и забываешь про это вообще на целый день. Принимала я два месяца ровно. В общем-то, ну больше ничего не могу сказать. Фигня. То есть это абсолютная реклама просто для того, чтобы, наверное, покупали товар. По сути, эта штука никак не работает. Если вы, повторюсь, не соблюдаете правильное питание и не занимаетесь спортом, то эта штука вам не поможет. Вот так вот. Дальше. Перейдем к мелорене. Это чистый мелатонин. Вот эти таблетки очень хорошие. Я бы даже сказала, не просто таблетки, а именно витамины. Ну, здесь чистый мелатонин. Значит, плюсы. Начну, наверное, издалека. То есть, когда я только начала первый день, я почувствовала сразу. То есть, буквально первую таблетку выпила. Кто не знает такое лирическое отступление, у меня был очень сильный сбой со сном. То есть, я ложилась там в 3-4 утра и вставала в обед. И я не могла никак это изменить. И как поменять свой вот этот распорядок самостоятельно. После Нового года, когда вы знаете, что все практически сутки не спят. То есть, это подготовка к Новому году. Ночь новогодняя. И ходишь на улицу гулять. И, в общем-то, ложишься уже, считай, на следующий день. После Нового года у меня сбилось все еще круче. То есть, я ложилась в 5-6 утра и вставала к вечеру. То есть, также в 5-6 вечера. И меня напрягло, начало это жутко напрягать. Вот. Поэтому я решила что-то делать. И вот нашла эти бюджетные витамины. Бюджетный вариант. Цены. Там, сколько это все стоило. Я оставлю видео, в котором я про это говорила. Значит, также, кто не видел, посмотрите. У меня есть два предварительных отчета по ним. О начале приема и где-то в середине, там, не помню, месяц, по-моему, я принимала. Вот. Что могу сказать? Штука действенная. То есть, буквально вы первую витаминку принимаете, и она сразу действует. То есть, я выпила ее где-то часов в 12 ночи. И к часу я уже, можно сказать, уснула. Вот. И, в принципе, тоже принимала каждый день по одной штуке на ночь. В течение двух месяцев. Очень хорошая штука. Но единственный, наверное, минус. То есть, ни побочных эффектов, ничего такого нет. Но единственный минус, если вы вдруг пропустили один день. Или, допустим, не в то время приняли. То есть, позже. Ну, допустим, вот я ложилась в 11, да, там, или в 12. В 12 принимала, к часу засыпала. Если вдруг вы это время пропустили и приняли позже, то может все сбиться. Ну, как сбиться? Не сильно, но, то есть, вы будете бодрствовать там до двух часов ночи. Вот. Но, в принципе, я старалась ложиться еще раньше. То есть, например, в 11 легла, в 11 выпила витаминку. В 10 легла, в 10 выпила витаминку. То есть, старалась ложиться пораньше. Сейчас, вот, по прошествии двух месяцев, я могу сказать, что результат все-таки есть. Потому что я ложусь где-то в 11, иногда в 12. То есть, уже вот, кончились 2 месяца. На прошлой неделе последние витаминки закончились в середине недели. Вот. Я могу сказать, что я уже ложусь самостоятельно в 11, но в крайнем случае в 12. Бывает там иногда, знаете, за компьютером засидишься. Вот. Засыпаю сразу. То есть, я не включаю, во-первых, никаких электронных вещей. То есть, это компьютер, планшет, там, телефон. То есть, это все выключено. Единственное, что я на ночь, как бы, делаю, это читаю. Это успокаивает, расслабляет. И, в принципе, так лучше информация усваивается. Сейчас очень интересную книжечку читаю. Потом вам про нее расскажу. Вот. И, в общем-то, просыпаться я стала, ну, где-то в 9 стабильно. То есть, я просыпаюсь без будильника. Уже я не использую его очень давно. И, благодаря, наверное, еще и котятам, я стала просыпаться еще раньше. Потому что они будут, там, в 5-6 утра, чтобы их покормили. Вот. Но, в принципе, это удобно. То есть, я иногда встаю и в 7. Ну, там, в 5 встала, покормила. Потом еще подремала немножко. И в 7 уже, в 7, в пол-восьмого я стабильно уже бодрствую. Вот. Сейчас у нас на часах 8 часов утра. И я встала полчаса назад. Вот так вот. И, в принципе, я очень бодро себя чувствую. То есть, у меня нет никаких, там, никакого желания еще лечь. Вот. В общем, если у вас проблема со сном, и вы не можете нормализовать сон, то советую эту штуку. Очень хорошая. Просто вот. Я даже не ожидала, что у меня все так нормализуется. Но, может быть, это мой организм. Так. Тоже это как бы все индивидуально. Но в плане, вот, я думаю, что это из-за того, что это чистый мелатонин, то он вот так действует. Может быть, другие витамины, они действуют немного иначе. Я знаю, что есть витамины, которые нужно принимать не на ночь, а в течение дня. То есть, там можно и утром, и днем. И они содержат не чистый мелатонин, а там какую-то часть. И часть других витаминов. И как бы весь этот комплекс, он усваивается. Каждый витамин усваивается в какое-то определенное время, которое ему нужно. Вот. То есть, вы выпили днем, например, и мелатонин усвоился, когда вы пошли спать. Вот. В общем-то, это как-то странным образом работает. И вот эту штучку я могу посоветовать, если у вас действительно серьезный сбой со сном, как у меня был. Когда вы ложитесь уже далеко за 3 часа ночи. Вот. И перейдем от слов к делу. То есть, собственно, подушка. Как вы помните, тоже от сна ко сну перейдем. Подушка. Тоже сплю на ней уже больше 2 месяцев. И могу сказать, что просто обалденно. Я уже не знаю, как можно спать на обычной подушке. На пуховой, там на перьевой. Я не знаю, ну какой на... Из хлофабера еще бывают подушки. Еще из чего-то. Но вот... Извините. Гречишная подушка мне очень нравится. И да, я уже подумывала, я говорила об этом. Подумывала, что нужно будет купить еще на дачу такую же. В принципе, по первому времени может быть, допустим, неудобно, потому что она жесткая. То есть, она не такая, как обычная подушка. Ее не нужно взбивать. Ну, иногда нужно туда-сюда потрясти, чтобы как-то оживить лузгу. Но, с другой стороны, постоянно ее взбивать не нужно. Вот. Форму она имеет, скажем так, плоскую в виде подушки. Ну, такой плоской жесткой подушки. Очень удобно спать на боку. На животе немного неудобно. Но это еще от другого фактора зависит. От размера груди, скажем так, зависит. Вот. Мне на животе не очень удобно спать. На боку очень удобно. Она поддерживает голову. И не происходит искривление позвоночника. То есть, прямая спина у вас. Я заметила из плюсов, что, значит, ну, так же улучшился сон. То есть, мне приятно спать. Мне не снятся всякие жуткие сны. И плюс для меня очень колоссальный плюс. Это то, что, когда я просыпаюсь утром, у меня не болит спина. Вот. То есть, для меня это очень много, значит. Потому что спина у меня, в принципе, ну, вот, последний год я только спиной занимаюсь. Вот. Так что подушку тоже могу посоветовать. Если у вас, допустим, проблемы, опять же, проблемы со сном. Если проблемы со спиной. Может быть, вы, например, храпите. Или у вас проблемы, как бы, с носом. То есть, воспаление какое-то, гейморит, например. То эта штука вам поможет. Вот удивительно. Но такая простая вещь может улучшить вашу жизнь. Вот. В принципе, вот такой небольшой отчет. Я думаю, что было интересно и полезно. Может быть, даже вы что-то для себя почерпнете. Ну, и опять же, для закрепления результата. Модель форм не советую. Если вы не соблюдаете правильное питание и не занимаетесь спортом, то эта штука вам не поможет. Вот. Меларену советую. Бюджетный вариант. Чистый мелатонин. Работает с первого же приема. Ну, и подушка. Это просто приятно. И плюс еще вот этот гречесный аромат. В общем, два из трех советую. Вот такой небольшой обзор, отчет о результатах. Я думаю, что было интересно и полезно. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Ставьте пальчик, куда хотите. Оставляйте комментарии. Если бы были какие-то вопросы, появились вопросы, спрашивайте. И до новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok